Пётр работает охранником на стоянке в жилом комплексе по улице Новоалександровской. Сегодня ночью он видел двух подозрительных мужчин, одетых в тёмную одежду. Какое-то время они ходили вокруг дома, а затем остановились у одного из припаркованных автомобилей. Через некоторое время, говорит охранник, внедорожник вспыхнул. Где-то без пяти-три ночью, вон на те ворота, которые раздвигаются, Зашли два человека, одетые тёмные, такие щупленькие, капюшоны на голове. Ну что, какая была жидкость, непонятно, там неизвестно. Вспыхнула мгновенно машина и всё. Через 15 минут на место прибыли спасатели, добавляет Пётр. Те выяснили, что помимо загоревшейся машины пострадали ещё две стоящие рядом. Таким образом, общая площадь пожара составила около пяти квадратных метров. Как говорит помощник начальника главного управления ГСЧС в Харьковской области Игорь Лупандин, распространение огня началось из моторного отсека. Чах пожара находился в автомобиле «Ауди», и два автомобиля пострадали. Основная причина, вот именно по третьему пожару, это сейчас рассматривается занос открытого источника неизвестным лицом. Сейчас со сгоревшей машиной работают эксперты, добавляет Игорь Лупандин. Они устанавливают все детали и причины пожара. Между тем, ещё два случая с возгораниями автомобилей произошли накануне. Первое ЧП случилось по улице Полтавский шлях. Там, во время движения, загорелся «Опель». Водитель с помощью огнетушителя сумел сам сбить пламя ещё до приезда спасателей, сообщают в ГСЧС. А вот второму автовладельцу в аналогичной ситуации на Льва-Ландау повезло меньше. В этом случае, говорит Игорь Лупандин, водитель Ауди А6 запаниковал. И к приезду пожарных двигатель был практически уничтожен огнём. На месте работают оперативные группы, привлекли наших специалистов по установлению данной причины. Здесь одна из причин, это, конечно, связано с техническим состоянием. Для предотвращения таких пожаров, говорит Игорь Лупандин, автомобилистам следует своевременно проверять техническую исправность машин. А на случай экстренных ситуаций крайне необходимо иметь огнетушитель. Александр Анжиренко, Евгений Шинкаренко, Агентство телевидения Новости.